Спасибо за возможность высказаться. Я имел возможность задать вопрос министру здравоохранения. У меня была реплика госпожи Лесия. Я постараюсь все три темы сейчас обнести в одну. Ковид. Что мы услышали? Что мы ко всему готовы. Нету кислорода. Кислород не разведен по больнице. Мы это начали делать сейчас. Масок не хватает. Тесты недоступны. На вопрос, как тестировать членов семьи больного ковидом, ответ министр не дал. В каком случае тесты будут бесплатные в частных клиниках, министр ответ не дал. 32 КТ сегодня стоит в стране еще со времен Януковича. Их не размещают, покупают новые по завышенным ценам. Выборы. Слуга народа нигде не участвует. Их никогда не было. Они зарегистрированы везде. Лишили 500 тысяч граждан на Донбассе голосовать. А сегодня в Николаеве административным путем, используя ресурсы, как говорят Давида Арахами, который там руководитель областной организации, снимает оптимационную платформу «За жизнь» с выборов. Хотя мы там лидируем по уровню поддержки. И третий вопрос, о котором мы говорили, о пенсиях. Скажите мне, а что, у Шмыгаля нету понимания того, что в принципе надо бы, чтобы был рост ВВП? Если будет расти внутренний валовый продукт, будет расширяться база, которая будет обеспечивать поступление в налоги, и тогда ни у кого не надо будет деньги одалживать, и тогда не надо будет пугать людей. Второй вопрос. Так сделайте так, чтобы люди не уезжали. За полтора года нахождения при власти зеленые сократили объем субсидий почти в два раза. И в этом бюджете продолжают снижать. Скажите мне, неужели за этот год люди стали жить в два раза больше? Но это же не по совести. С выборами вы поступаете подло. Сначала лишаете людей возможности голосовать на Донбассе, а потом там, где проигрываете, не допускаете к выборам. А сегодня, вместо того, чтобы дать людям возможность работать, вы им говорите, нет, вы уезжаете за границу, поэтому мы не будем платить через 10-15 лет пенсии пенсионерам. Это безответственно. Это не по совести. Еще раз говорю, это подло. И так как вы обманываете всем, что вы готовы бороться с ковидом, вы так обманываете людей во всем. А выборы состоятся. Не благодаря, а вопреки. Я скажу почему. Потому что власть понимает, что ее падающий рейтинг в случае переноса выборов вообще будет нулевым. Поэтому даже если люди смогут приползти на избирательные участки, они это обеспечат. Потому что любой перенос выборов – катастрофа для власти. К сожалению, власть сегодня исходит из необходимости поддержать собственный рейтинг, а не из интересов наших граждан. Во всех трех вопросах. Ковида, выборов и пенсионного обеспечения. Сделайте так, чтобы экономика развивалась, чтобы люди возвращались, а не пугайтесь сегодня пенсионеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!